Великий пост, время благое, духовная весна. Начинается он за 48 дней до Пасхи. В эти дни в Троице Стефано-Ульяновском монастыре молятся особенно усердно. Богослужения начинаются с покаянного канона Андрея Критского. С полуночи до трех ночная, в 5.30 уже утренняя служба. Здесь почти все, как в старину. Рано встают, топят печи, готовят еду, чтобы накормить всех, кого приведет в этот день промысел Божий. В монастырской пекарне в день в среднем изготавливают 15 буханок вкусного ароматного хлеба. Раньше добавляли дрожжи, теперь делают на опаре. К хлебу в монастыре отношение особое, как и к самому пекарю. Я даже вывел для себя такой гевиз. Хлеб всему голова. Но хлебу голова – пекарь. Пекарю голова – бог. Слушайтесь, пекаря. От просеивания муки до готовой буханки примерно 6 часов. Все вручную. И главное в этом деле – добрый настрой. Настроения нет. Тесто не поднимается. Я уже заметил. А если хорошее настроение, даже нет, хорошее – не то слово. Когда мир на душе есть, то тогда и тесто поднимается, и хлеб печется. Хорошо. Во время поста из питания исключают скоромные продукты – молочные, мясные, рыбные. Но главное все же – пост духовный. Нам бы надо постараться ближних своих полюбить. Это и есть настоящий пост. А как их полюбить? Это уж каждый должен смотреть сам. Где-то уступить, где-то потерпеть, где-то слово доброе сказать или что-то доброе сделать. Пост, он нас приближает к Богу. Чем приближает к Богу? Тем, что молитва – это есть, богообщение. Плюс еще пост. Как сказал Господь в Евангелии, мы читаем, что сирот побеждается чем? Что постом и молитвой. Во время Великого поста в монастырь съезжаются паломники. Впрочем, здесь их всегда ждут. И помогут укрепиться духом, очиститься и преобразиться. Более 10 лет назад первый раз приехал. Что-то, как говорится, чего-то хотелось. Видимо, что-то душе хотелось. И вот из-за этого приехал. Человек состоит из тела, души и духа. И каждую часть нужно чем-то подпитывать. Некоторые считают, что в монастырь уходят от житейских проблем. На самом деле, монастырская жизнь требует самопожертвования и большой отдачи. Это труд и духовный, и физический. Будни у каждого трудника расписаны. Один старается на кухне, в прачечной, другие – на улице. Колют дрова, чистят снег. В одном едином духе работаю. Поэтому нужно это все для спасения души. Потому что Иисус все сказал. Молиться и трудиться. Хозяйство в монастыре небольшое. Корову дают молоко, из которых монахи делают сыр, творог, с огорода, свои овощи. В этом году появилась новая лошадь – помощник в работе. У монаха Дорофея послушание особое – забота о животных. К ним он относится, как к своим детям. И живется малышам под его крылом, как у Христа за пазухой. Каждую весну – пополнение. Это уже седьмая партия. Конечно, детки. Мои. Наши монастырки. Вот тут пока сено стелем, потому что детям нужно обязательно сено. Вот тут они потихоньку начинают жевать. Это их кормушка. Удобно. Тут они бегать, развиваться могут. Монах в переводе с греческого означает «один», «одинокий». Черные одежды – символ отказа от мира земного и устремления к Отечеству Небесному. У монастырей – великая миссия. При обителях всегда работали больницы, приюты, школы. Здесь переписывали книги, вели летописи. Современное монашество также ведет социальное служение. Занимается с детьми, кормит, одевает нуждающихся, просвещает заблудших. Здесь хранят и воплощают в жизнь идеалы христианства.